Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами посмотрим одно из самых популярных видео на данный момент про новые консоли, автором которого является человек, которого часто путают с Алексеем Шевцовым. Да, мы сегодня посмотрим ролик Айтипедии. Сегодня мы посмотрим и разберем данный видеоролик, ну а также, скорее всего, я выскажу иную позицию на этот счет. Сразу предупреждаю, что с моей стороны тоже могут лететь всякие некие субъективные позиции в сторону любимой консоли, но так или иначе, я попытаюсь высказываться как можно более объективно. Ну и, как всегда, перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну а также напишите в комментариях свою позицию, вы больше склонны к Xbox или склонны к большей PlayStation. Если за Xbox, пишите Xbox Top, если за PlayStation, пишите PlayStation Top. И да, торжественно объявляю консоли срач открытым. Короче, гоу пояснять за Xbox! Ну чё, начинаем? Ох, как же я соскучился по таким названиям, как в старые добрые. Это откровенная провокация, но, к сожалению, не кликбейт. Всё, про новые консоли следующего поколения известно практически всё, кроме некоторых нюансов, связанных с подписками, там PS Plus, не с тем понятно, будет ли повышаться цена. Есть нюансы по функционалу, как выглядит интерфейс, какие там будут фишечки, примочки и так далее, но это всё мелочи. Мы знаем стартовую линейку игр, мы знаем цены, мы знаем, когда они выйдут, это ноябрь этого года. Да, ноябрь будет очень жёстким, консоли вместе с Киберпанком, Ассасинами, Call of Duty'ами. А, кстати, с Assassin's Creed Valhalla исправьте, ну, по-моему, это абсолютный прецедент, что игру переносят не на будущее, а на ближайшее время. Да, это было очень потешно выпускать Assassin's Creed с огромными мохнатыми бабами, когда через три дня выходит в Киберпанк, где таким же бабам можно ещё будет кастомизировать гениталии. Но не об этом. Известно практически всё и совершенно уже сейчас очевидно, что на старте PlayStation просто уничтожает Xbox. На весь интернет есть ровно 16% отбитых фанатов Xbox, это, в принципе, единственные фанаты Xbox, вы можете в ярости рвать себе седалища, раскидывать свои слюни по экрану, пищать про фанбойство и так далее. И это будут все ваши аргументы в защиту вашей позиции. Вы будете не в состоянии оспорить следующие аргументы. Ну, давайте попытаемся. Стартовая линейка игр PlayStation будет больше. Нет, чтобы быть больше, надо, чтобы у конкурента было хоть что-то. У Xbox нет ничего. Чуть ли не единственный эксклюзив Xbox, а Halo 5, над которым поржал весь интернет. Прошу прощения, но Halo Infinite. И если что, это уже шестая часть. Ну, это так, к слову. И тот перенесён. Да, что интересно, сейчас PlayStation практикует перенос эксклюзивов на PC, но не на Xbox. То есть, Xbox-овские эксклюзивы их нет, они доступны и на PC, эти игры. Но игры, которые переходят на PC, не будут доступны на Xbox. Так вот, изначально на Xbox не будет ничего. Вот что будет на PlayStation. По факту, Xbox в качестве стартовых эксклюзивов, к сожалению, не предоставил ничего. И это реально так, и с этим спорить, ну, как-то глупо. Но отсутствие игр в начале не означает, что их не будет потом. Плюс у майков есть большое количество внутренних студий, которые ещё не показали свои проектов, поэтому у фанатов Xbox, а именно у 16%, есть очень большие надежды на те самые эксклюзивы. Но это, опять же, не изменяет того факта, что на Xbox действительно нет эксклюзивов на старте. Ну, тут, к сожалению. Что касаемо эксклюзивов, мол, они не слиты на Xbox. Очень поражает тот факт, что раньше данный аргумент в защиту Xbox не работал от слова вообще. Просто, когда игры начали сливать на ПК, никто не захотел слушать, что данные игры никогда не появятся на PlayStation. У всех был один аргумент, зачем мне Xbox, если у меня есть ПК. Хотя даже это говорили те, у кого не было нормального ПК. Просто все угорали от того, что эти игры выпустили на ПК, и как бы неважно, поиграют они в эти или нет. Вот просто сам факт слива был важен. Сейчас же, когда начали сливать игры у Sony, этот аргумент заработал. Мол, на ПК есть эти игры, а вот на Xbox нет, поэтому это всё ещё остаётся эксклюзивом. На мой взгляд, как-то странно и по-детски я считаю. И если взглянуть на прошлую презентацию Sony, то получается, что они пошли по стопам Xbox, помечая, что есть консольные эксклюзивы, которые выйдут на ПК, и есть эксклюзивы, которые выйдут только на PlayStation. Опять же, я точно не знаю, сольют ли Demon's Souls на ПК, но мне кажется, что Sony не ошибается в таких моментах. Если не выйдет сразу, то может выйти потом. Да и вообще, факт того, что Sony всё-таки будет сливать свои игры на ПК, остаётся фактом, ибо много денег не бывает. Что касаемо всех этих игр, я всегда говорил одно, количество это не равно качество, и не факт того, что все данные игры тебе будут нужны, и все они тебе понравятся. Смотря на этот список, лично я хотел бы, наверное, поиграть только в нового Человек-паука. Остальные игры просто мимо меня, мимо кассы, как говорится. Я считаю, что это нормально, когда человек просто хочет играть в что-то конкретное, а не во всё то, что называется эксклюзивами. В первую очередь, сразу как только вы купите консоль. Далее, при оформлении подписки PS Plus, которую вы точно оформите, потому что без неё невозможно, вам дадут доступ к классическим играм PlayStation 4. Это абсолютная победа. Да, это было давно на Xbox, но там игр не было. На Xbox нет игр, поэтому обратная совместимость на Xbox, поддержка старых дисков, но оно не особо-то надо было. Пацаны, ну это был, походу, байт на взрыв пуканов. Не сработал. А у тебя здесь PlayStation 5, это твоя первая консоль, и у тебя есть уже Bloodborne, God of War, Last of Us, Uncharted и так далее. Это же потрясающе. Грош цена той обратной совместимости, когда там из игр только мультиплатформа. Если это высказание было в сторону Xbox, мол, там в обратке одна мультиплатформа, нет, там есть ещё и игры, эксклюзивные игры от всех Xbox. Далее безумно и, возможно, один из самых важнейших причин. Игры сегодня онлайн-ориентированы в большинстве. Вот с этим они вообще не смогут поспорить. Найти друга, у которого будет Xbox, будет гораздо сложнее, чем у которого будет PlayStation. Тут отчасти он прав, поскольку аудитория PlayStation в России намного больше, чем аудитория Xbox. Но это не означает, что аудитории Xbox нет вообще. И на мой взгляд, найти с помощью интернета кого-либо, чтобы там обменяться дисками или поиграть, не составляет проблем. И я сейчас говорю не только про то, что на PlayStation будет традиционно выше онлайн во всех мультиплеерных играх. Там будут легче искаться всякие лобби, заполняться, сессии и так далее. PlayStation будет, естественно, лучше пинг, не сомневайтесь. На PlayStation будет лучше скорость загрузки и так далее. С корешами можно абсолютно легально отделить аккаунт один на двоих и экономить на покупке игр. У нас, в принципе, в СНГ PlayStation гораздо распространеннее. Для нее больше аксессуаров, для нее больше акций, для нее больше предложений и так далее. Ну нет, вот тут, кстати, могу лукавить. Потому что Xbox настолько будет плохо продаваться, что его будут за бесценок отдавать, и некоторых это сможет подкупить. О боже, PlayStation такая дорогая, Xbox такой дешевый. Да, потому что никому не нужен. Если что, тема с домашней консоли есть и на Xbox. А насчет цены это опять байт на взрыв пуканов. Типа, ха-ха-ха, ваша консоль не нужна, она такая дешевая. И если Xbox стоит дешевле, то, возможно, для компании просто он обошелся дешевле в производстве, чем другая консоль. Плюс, да, низкая цена, это, возможно, некий ход на рынке. Посмотрите, наша консоль дешевле, чем наш конкурент. Как бы, ну, что в этом такого? Да и вообще, давайте тогда вспомним восьмое поколение, когда PlayStation 4 стоила дешевле, чем Xbox. Разве она никому не нужна? Вы знаете, у меня масса таких подписчиков, которые примерно так же клюнули и купили Xbox. Они мне потом давали аккаунты, я говорю, ну, я тебе его там верну через пару дней. Он говорит, забирай, я Xbox продал, я его купил по ошибке. Не ведитесь на обманы консультантов. Не надо. Онлайн это безумно важно. И по онлайн составляющей PlayStation не оставляет ни единого шанса Xbox. Уж тем более в СНГ. То, знаете, звучит будто так, что зайдя в онлайн, ты не найдешь игроков вообще. И если вы зайдете в любую игру, в любом случае вы найдете игроков, чтобы поиграть. Как бы такого нет, чтобы вообще не было игроков в какой-то игре. Да, есть игры со слабым онлайном, есть игры с сильным онлайном. Но, опять же, зависит все от топовости игры, от ее актуальности. Опять же, друзей найти это не проблема. Все зависит от того, хочешь ты этого или нет, и каким образом ты ищешь. В плойке данная ситуация намного лучше. Но у Xbox она не такая хреновая. Плюс в новом поколении аудитория только расширится, поскольку кто-то купит старый Xbox, кто-то новый. И все они смогут играть вместе. Плюс могу предположить, что онлайн в экзах Sony намного хуже, чем онлайн в экзах от Xbox. Просто, как по мне, эксклюзивы Sony, они не рассчитаны на онлайн. Да, он есть, но, как по мне, он, скорее всего, там для галочки. Поскольку я не знаю ни одного человека, который долгое время бы играл, к примеру, в мультиплеер Ancha. Зато я знаю дофигищу людей, которые долгое время играли в мультиплеер того же Gears of War. Идем дальше. У Xbox есть консоль младшая и старшая. 500 и 300 долларов, соответственно. Младшая консоль не имеет не только дисковода, она, в принципе, по техническим характеристикам гораздо слабее. Младшая же версия PlayStation 5 не имеет только дисковода. Все остальное у нее такое же. Если что, плойка без дисковода это не младшая консоль. Это точно такая же консоль, но без дисковода. То есть сравнить ее напрямую с Xbox Series S я считаю некорректным, потому что железо у нее то же самое, что и у простой плойки пятой. Разница в цене всего лишь 100 долларов и чуть позже я вам объясню, почему эти 100 долларов все-таки стоит переплатить и купить консоль с дисководом. Однако, справедливости ради, я могу смоделировать ситуацию, когда все-таки купить Xbox Series S, который за свои деньги имеет, в принципе, неплохую производительность. Предположим, что вы потребляете кал в каких-то невероятных масштабах, вы играете в спортивные симуляторы, во всякие там шутаны третисортные, гоночки нетребовательные и так далее. Ну зачем вам мощная старшая консоль? Вот, билибои в комментариях, которых 16%, но они создают видимость, как будто их так много, их всего лишь 16%. В таком случае вам нужен Xbox Series S. Если вам не нужны нормальные игры, вы играете в такие себе, зачем вам переплачивать? Сейчас, по моему мнению, просвещал какой-то бред. Нетребовательные игры в спортсимуляторе, я не понял, к чему это он сказал. Поскольку, по словам Майков, разница между старшей и младшей консолью в играх будет лишь в разрешении. Игры будут одинаковые и там, и там, и все они будут выдавать одну и ту же самую картинку, только где-то будет 4К, где-то не будет. Самый главный вопрос в том, нужно тебе 4К или нет. Если тебе не нужно 4К, ты можешь смело купить S и не париться. Если тебе нужно 4К, тебе нужен дисковод, покупай X и не парься. На мой взгляд, в СНГ Xbox Series S это просто наилучший вариант для NextGen. И для тех, кто не требовательный к четкости картинки, и для тех, у кого нету 4К разрешения, S это просто подходящий вариант. Я, к примеру, отнесу себя к заядлому геймеру, и если бы у меня не было бы 4К телека, и у меня бы не хватало бы денег на мощную консоль, то я бы взял Xbox Series S и не парился, поскольку это намного экономнее, и экономнее его содержать. И это самое главное. Просто вдумайтесь, 27 тысяч за NextGen консоль, которая обладает 120 FPS, с трассировкой лучей и прочими штуками. И да, пацаны, наставьте на это видео лайкусиков, чтобы все поняли, что нас не так мало, плюс можете отправить это видео своим друзьям, чтобы просмотров было как можно больше. Спасибо. Более того, это не значит, что купив Xbox Series S, у вас не будет актуальных каких-то новых ААА игр. Они будут, просто они будут в меньшем разрешении, с меньшим фреймрейтом. Ну, кстати, насчет фреймрейта в ХЗ нужно ждать определенных сравнений, потому что, скорее всего, FPS будет и там одинаково. Просто, опять же, повторюсь, разница, скорее всего, будет только лишь в разрешении. И это не большая проблема, по большому счету. Если вы не заядлый геймер, который играет во все абсолютно новинки, вы не гонитесь за графикой, а так, периодически, там, раз в неделю или того реже можете поиграть во что-то, или с друзьями в какой-нибудь спортсимулятор. Реально Xbox купить лучше. Да, здесь важно оговориться о главном преимуществе Xbox, он мощнее, там, на 1 терафлопс. Для чего это надо? Если вы видеообзорщик, вы поставите два монитора, будете записывать все это в 4К, и потом сделайте очень интересный видос, что, о, под этим кустом, в этой локации, на PlayStation, тень менее детализирована, чем на Xbox. Отличия будут примерно такого уровня. Тут я, отчасти, согласен, но такой фигней занимались и в восьмом поколении, и почему-то именно тогда на это капец как обращали внимание. Мол, посмотрите, на версии PlayStation больше кустов в GTA V, чем на версии Xbox One. Мамма миа! Неужели Xbox One не вытягивает кусты в GTA V? Короче, если вдруг помните такие моменты, то с вас лайкуйте. И я не думаю, что это то преимущество, которое снивелирует отсутствие God of War, Horizon Zero 2, Spider-Man, того, что у вас далеко не самая популярная консоль в вашей стране. Ну, это прям аргумент жесткий. Вот если ваша консоль не популярна, это, это да, это, это, это минус. Да. А насчет экзов, не все за ними гонятся, и многим пофигу поиграют они в God of War или нет. Ну, реально бывает такое, что чуваку пофигу на эту игру. А это тоже недостаток. В принципе, это была бы выгодная покупка, но разница от младшей PS4, которая ничем не отличается старшей, всего лишь 100 долларов. Может, все-таки стоит переплатить 100 долларов? Это, в принципе, полторы игры сегодняшнего поколения. Ой, об этом позже. 100 долларов это за рубежом. У нас в СНГ 11 тысяч, и это больше, чем 100 долларов, и это где-то, наверное, уже 150 долларов. И это деньги. Да, если уж на то пошло, я категорически не рекомендую покупать PlayStation 5 без дисковода. А почему после рекламы? Ну, коль пошла такая пьянка, то у меня тоже будет реклама. Советую вам оформить карту Альфа-банка с преимуществами. С помощью оформления карты по моему промокоду вы получите пожизненное бесплатное обслуживание и повышенный кэшбэк на акционные категории. Преимущество данной карты заключается в том, что Альфа-карта имеет один из самых высоких лимитов на выплаты кэшбэков в России. Ежемесячное начисление процентов на остаток по счету до 5% и снятие наличных в любых банкоматах по всему миру без комиссии до 50 тысяч рублей в месяц. Поэтому, если ты хочешь бесплатное пожизненное обслуживание, а также экономить на различных товарах, получая за это кэшбэк, тогда переходи по ссылке в описании, оформляя эту карту по моему промокоду, и да, доставка данной карты совершенно бесплатна. Итак, почему нужен дисковод? Потому что иначе вы лишаете себя рынка БУ-дисков. А рынок БУ-дисков приносит иногда такие подарочки. Какой-нибудь мажор купил какую-нибудь дорогую игру, прошел ее, и он ее сливает за копейки. Главное просто мониторить интернет-площадки. Все, это невероятно выгодно, но у вас этого не будет, потому что у вас нет дисковода. Вы будете покупать только цифровые игры, которые будут стоить полноценную стоимость. И максимум, на что вы можете рассчитывать и надеяться, это на то, что когда-нибудь под Новый год или еще что-то будет летняя или зимняя распродажа, которая даст вам, ну, рублей 300-500 скидки, это такое себе. В интернете будет дешевле. Если у вас есть товарищ, вы можете с ним обмениваться играми, это удобно. Вообще не обязательно платить за игры полную стоимость, если вам не принципиально поиграть в какую-то игру в первый же день, вот сразу же. Тут на самом деле я согласен, поскольку дисковод для СНГ это нужная вещь, ибо это все-таки БУ-рынок. И в своем недавнем видосе я уже говорил, что покупая плойку без дисковода, это уже некий приговор к покупке новых игр за фулл прайс. Так как на плойке нету таких крутых подписок, как на Xbox, и если ты хочешь играть в новые игры, у тебя нету дисковода, то тебе нужно будет капец как много ждать, чтобы сэкономить. И сама покупка консоли без дисковода в затратах на игры на дальнейшие перспективы может оказаться намного дороже. А если рассуждать на тему, что нужна плойка с приводом, то тут наверное лучше сэкономить, купить Xbox Series X и купить туда подписки, на которых ты еще больше сэкономишь на новых играх. Что если вы поиграете в нее через месяц? Чем больше вы будете ждать, тем больше будет экономия на самом деле. Именно поэтому за долгий цикл жизни PlayStation 5 эта переплата в 100 долларов окупится многократно. Приобретя версию без дисковода, ты сделаешь настоящий подарок Sony издателям, потому что ты будешь завязан на предложениях цифрового магазина, которые вообще невыгодны. Вот кстати, сравнивать данную тему с точки зрения Xbox, здесь получается совершенно иная ситуация. И идет в принципе такое рассуждение, зачем тебе привод, если в сторе есть офигенные предложения и есть офигенная подписка Ultimate. Приобретая данную подписку, ты получаешь просто кучу игр, а также игры от Microsoft, именно эксклюзивы, и ты можешь в них играть еще в день релиза. Те, кто говорит, что в этой подписке полный шлаг, куча инди, в это никто играть не будет, ребят, идите в задницу, ладно? За счет такого большого количества игр, как по мне, каждый найдет во что поиграть в этой подписке. Если же вы ее хейтите, то тогда можно обхейтить подписку PlayStation Plus, а именно PlayStation Collection, ибо там тоже старые игры и новых вроде бы как не получите. А на Xbox уже есть такая тема, и ты получаешь в этой подписке еще и новые игры и в день релиза. Вообще, я могу сказать, что анонс, выход, релиз PlayStation 5 уже можно считать невероятно успешным, он уже успешнее, чем был PlayStation 4. Потому что когда вышел PlayStation 4, был из эксклюзивов только Killzone и Knack, все. Да, это неплохие игры, особенно Killzone, я много играл в мультиплеер, я даже его стримил, Knack в том числе, но это не самые топовые игры, будем честны. Больше особо игр не было, именно поэтому несколько месяцев, даже после того, как я купил новую плойку, я играл на PlayStation 3. Сейчас такая ситуация с таким количеством предложений, обратной совместимости, подписок и так далее, что к PlayStation 4 после покупки PlayStation 5 возвращаться уже будет не надо. Огромное количество портов, обратная совместимость, еще раз говорю, практически 100% игр с PlayStation 4 будет поддерживать. Причем обратная совместимость даже цифровых вариантов, если у вас что-то куплено в PSN, оно будет на PlayStation 5. Вот это поворот. Если что, такая тема у Xbox была в этом поколении, именно в восьмом, и если не ошибаюсь, где-то она началась с 2016 года. Но только почему-то фанаты Sony в то время это не оценили, мол, зачем играть в старые игры, это шла, кому это вообще нужно. На самом деле, я очень рад за обладателей Sony, поскольку у них появилась обратная совместимость, и это как минимум им позволит не потерять свою старую библиотеку. Плюс новая подписка PS Plus с доступом к старым эксклюзивам, это обалденно. Вообще, это очень потешно, что кто-то реально сам, целенаправленно пойдет покупать Xbox. Как ты будешь играть в новый God of War? Опять этот God of War. Если честно, мне понравился прошлый God of War, но какого-то дикого желания играть в продолжение и как-то его ждать у меня не возникает. Ибо об этой игре мы пока не знаем ничего, ровно так же, как мы не знаем о новой части Fable. Да, она выйдет, но неизвестно когда, и пометка в 2021 году, это еще не факт в наше время. Как ты будешь играть в Horizon Zero 2 и многие другие, это эпохальные игры, притом вероятность, что игрок PC в эти игры поиграет в 100% больше, чем у тебя. В эти игры нельзя не играть, но ты в них не поиграешь, причем потому что ты сам так выбрал. И тут он на самом деле правильно подметил, каждый решает сам, во что играть, во что не играть. И лично я, наверное, больше отдам предпочтение серии Герц и Форзи, нежели предпочтение Гуду Фуару и Хорайзену. Назовите меня говноедом, но мне будет пофигу, потому что мне это нравится и кому-то что-то там доказывать не вижу смысла. Есть неприятная новость касательно подорожания игр. Об этом я много говорил в роликах, на стримах еще кучу лет назад. Это очевидно, потому что время идет, масштаб игр растет, растут зарплаты, растут траты на рекламную кампанию, на производство. А цена в 60 долларов, ну или евро, если вы в Европе, а вы в Европе, Sony нас считает именно за Европу, поэтому для Америки 60 баксов, для Европы 60 евро. Так вот, цена в 60 евро за игру еще со времен PlayStation 3. При том, что еще и инфляция, при том, что еще куча скандалов с кранчами. Да, они тоже на это повлияли, я думаю. Коротко о чем, была огромная цепочка скандалов, связанная с большими студиями, в том числе в Rockstar, в Naughty Dog, о том, что сотрудники перерабатывают, морально выгорают, что они работают на износ. И эти скандалы привели к тому, что условия труда необходимо было улучшать. А условия труда трудящихся всегда улучшаются за счет покупателя, то есть нас. Либо они стали работать меньше, а значит эффективность труда уменьшилась, либо они стали больше получать. В любом случае, мы это все будем компенсировать. Вообще, эта цена была обусловлена еще тем, что огромное количество сегодняшних игр имеют микротранзакции. И это все нивелировалось. Но я боюсь, что после изменения цены, а новая колда, кстати, будет стоить 70 евро, микротранзакции оттуда никуда не уйдут. А с некоторыми играми, например, с Demon's Souls, мы уже будем платить 80 евро. Если эта информация вас еще недостаточно расстроила, то вот сколько это будет в рублях. Да, не сразу все игры будут стоить столько, некоторые все еще стоят по старому прайсу 60 евро, но дальше постепенно они будут подтягиваться и меняться. Именно поэтому я напоминаю, вам необходимо покупать именно PlayStation, потому что вероятность найти кореша в интернете, с которым вы будете иметь один аккаунт и покупать игры пополам, а мы так часто с бананом, кстати, делали, она будет выше. Справедливости ради и на Xbox это можно сделать, конечно, но я не знаю, кто купит Xbox. Я куплю. И даже, наверное, два. И да, если не поиграя в God of War, ничего плохого не случится. Вот как только объясните, как вы там будете в God of War играть, я такой, а, окей, все, вопрос исчерпан. Не нужен Xbox, пока там нет God of War, Horizon, нового Spider-Man, ну а зачем? Ну, кстати, Человек-полк меня реально манит. Это единственная, наверное, игра, ради которой я как бы присматриваю PlayStation 5. Но, опять же, я могу взять у Виджела Соньку 4, поскольку Spider-Man выйдет и туда, и просто его пройти. И, в принципе, в этой ситуации плойка 5 подождет, поскольку God of War выйдет в 21 году, не думаю, что он выйдет в начале, а думаю, что выйдет в конце, а до этого момента еще дожить надо. О чем еще я могу рассказать? О своем мнении к стартовой линейке. Spider-Man Miles Morales. Фантастическая игра, я более чем уверен. Первый Spider-Man, ну как, Spider-Man 18-го года, вот Insomniac Games. Я прошел эту игру на платину. Это великолепнейшая, ну, точнее, это игра с великолепнейшей боевкой. Зрелищная, интересная, которая не наскучила за всю игру. Блин, Паук реально клевый, но вот боевка оставляет желать лучшего, поскольку она очень однообразная. Она не такая разнообразная, как о ней говорят. И не надоедает она лишь из-за того, что она очень красиво выглядит, там анимации просто шикарно сделаны, и, наверное, из-за чувства геймплея в целом, что очень удобно и очень классно управлять данным Пауком. Но вот сама боевка и именно разнообразность оставляют желать лучшего. Я собираюсь играть в спин-офф, и надеюсь, что с боевкой там как раз-таки будет намного разнообразнее, чем в первой части. А я на Платину прошел, я не охочусь никогда за Платином, я тут прям получил шикарную игра, и когда показывали трейлер Майлса Моралеса, на которой, кстати, в игре первой части уже была отсылочка. Анонс этой части не стал какой-то новостью. Это то же самое, только они поменяли операторскую работу, стало немножко кинематографичнее, зрелищнее. Короче, игра будет классная. При том, что я вообще не фанат супергероев. Для меня, знаете ли, герои это Зоя Космодемьянская, Павлик Морозов, они вот это западное... Далее будет ремейк Демон Солса, который будет и на PC. По сути, эксклюзивов при старте нет, там еще будет всякий Сагбой и прочие вот эти игры, я не буду их серьезно считать. Будет два сильных эксклюзива, и вроде как из PlayStation 4, да? Плюс, в ближайшее время будет God of War, Horizon, Ratchet & Clank, и это все, что касается эксклюзивов, никуда не делась мультиплатформа. Плюс у вас PS Plus подписка со многими мощными эксклюзивами Плойки 4. Я уже натыкался на комментарии, где люди волшебным образом умудрились обнаружить какие-то преимущества Xbox'а, и зачастую там преимущества в цене. Ну вот, Xbox Series S стоит дешевле, чем PS5, все. Вот аргументы примерно такие. Ну ладно, давайте тогда я накину несколько причин. Если что, перечисленные плюсы будут не только плюсами Xbox Series S. Лучшая обратная совместимость. Дело в том, что обратная совместимость на новом Xbox'е, она включает в себе и Xbox Original, и Xbox 360, и Xbox One, и тот самый Next Gen. Поэтому обратная совместимость с точки зрения Xbox намного лучше, чем у Плойки. Хоть для меня и бессмысленно сравнивать железо в консолях, но раз мы меряемся писеми, то линейку в этот раз я ставлю поглубже. Поэтому в плане мощности Xbox Series X превосходит PlayStation 5 по тем самым Терафлопсам. Подписки. Подписка Ultimate, на мой взгляд, просто разрывает подписки PlayStation Plus. Помимо старых игр, туда будут входить и новые в дату релиза, но также данная подписка пополнится подпиской EA Play, по-моему, в конце данного года. То есть еще в этой подписке можно будет поиграть в игры от электроников. И если что, в день релиза могут появиться не только эксклюзивы Microsoft, но еще и мультиплатформы. Тот же Stalker 2, который сначала, кстати, выйдет на Xbox, и на ПК войдет в день релиза данную подписку, и за него не нужно будет платить фулл прайс, если у тебя имеется данная подписка. Сюда же я, наверное, отнесу содержание консоли в целом. Просто покупая Плойку, ты, скорее всего, за игры отдашь намного больше, нежели ты отдашь за игры на Xbox, поскольку, опять же, на Xbox есть те самые подписки. Я прекрасно понимаю, что, к примеру, ты можешь позволить, другие могут позволить себе, но большинство все-таки именно в СНГ считает, что это дорого. Ну, это действительно так для нашего заработка. Конечно же, цена, и если что, Xbox Series X также стоит дешевле, чем PlayStation 5 с приводом. Ну и к пятой причине я отнесу эксклюзивы. Попробуйте на Плойке поиграть в Forza, Fable, Gears of War. Не получится, потому что это эксклюзивы Xbox. Да, я понимаю, что вы в них можете поиграть на ПК, но поиграйте, что с этого-то? Серьезных аргументов, почему стоит покупать сейчас Xbox, у них не будет вообще. Долгое время у них была обратная совместимость, они про нее кричали, притом обратная совместимость на Xbox не особо-то и надо было. А вопрос, почему не надо-то? Почему? Ну, типа, а не надо обратная совместимость, а почему? А почему тогда на Плойке надо? Вот что-то я недопонимаю. У них был Xbox Pass, теперь есть расширенный PS+, который, естественно, чуть-чуть послабее, но зато какой? Ой, какой? Слабый, слабый и слабый по сравнению с той же подпиской Pass. Поскольку в Pass'е намного больше игр и с каждым разом они пополняются и также добавляются какие-нибудь громкие тайтлы. Плюс эти подписки, наверное, немножко разные. Вообще, реально, послушайте меня, пожалуйста. За столько лет, что я снимаю видео, говорю, какая PS4 классная или PlayStation 3 и так далее, мне приходят тысячи сообщений и на стримах, и в комментариях, где люди благодарят, что я посоветовал им купить PlayStation, насколько они счастливы, насколько они довольны и так далее. Любой человек, который хоть раз был на моем стриме, он не даст мне солгать, что люди невероятно мне благодарны. Аналогичная ситуация, но только не тысячи, поскольку у меня аудитория меньше, но как минимум сотни. За эту рекомендацию и ни разу, ни разу не было такого, чтобы мне сказали, вот я по твоей рекомендации купил и разочаровался, надо было брать Xbox. А я чё-то вспомнил, меня один раз обосрали, да, и чё-то там у парня, по-моему, 59 рублей списали, 63, вот он, короче, меня зачморил. Короче, если хотите, можете ролик посмотреть, вот, ну, там просто персонаж такой попался, а так, в принципе, ну, наверное, тоже никто не говорил, что, блин, капец, там посоветовал какую-то херню. Ну, нет, такого, наверное, тоже не было, только единственный случай, но там просто лютый персонаж попался. Этого не было никогда. Вопрос, который требует серьёзного обсуждения, а покупать ли PlayStation 5 или PC, потому что сегодня ситуация далеко изменилась, в отличие от той, что она была 7 лет назад. Сегодня ПК стал гораздо привлекательнее, гораздо более конкурентоспособен, даже внутри самого себя, я имею в виду всякие эти магазины цифровой дистрибьюции, там, Epic Games Store, Steam Origins, они все конкурируют, дают какие-то акции, фишечки, привилегии, это тоже плюс. Вопрос теперь стоит только в этом, PlayStation 5 или PC? Да, старая тема вновь имеет смысл. 5 или Xbox, это вопрос закрытый, естественно, только PS5. Я не знаю, зачем нужен Xbox, если просто лучше купить компьютер, потому что все игры, которые есть на Xbox, они будут на ПК. Но те игры, которые есть на ПК, далеко не все будут на Xbox. Разумнее, наверное, всё-таки взять реальный ПК и плойку, поскольку ты обеспечиваешь себя полной библиотекой игр, но есть такой сегмент таких, как я. У меня есть нормальный ПК, но я не хочу на нём играть, я не люблю на нём играть, поскольку, когда я запускаю ту или иную игру, случается какой-нибудь трабл, выскакивает какая-то ошибка, и я не хочу терять времени для того, чтобы разбираться с этой ошибкой. Для таких, как я, и существует консоль, я просто нажал одну кнопку, включил свою любимую игру, поиграл, выключил и ушёл довольный. Знаете, у ПК с Xbox уникальная ситуация, как папик и содержанка. У нас есть два бюджета. Мои деньги — это мой бюджет, его деньги — это наш бюджет. Вот так же самое. У ПК такой, твои игры — наши игры, мои игры — мои игры. Потрясающе. Тут он правда. Ни в коем случае, не понимаете. Xbox, разве что Series S, и то, если вы, ну, не заядлый геймер, вам не принципиальный пиксель и разрешение, FPS, лишь бы так раз в недельку поиграть во что-то нетребовательное, даже и в требовательное можно, просто оно будет чуть слабее выглядеть. Всё. Повторяюсь, по словам Майклова, разница должна быть только в разрешении. Только при этом раскладе. Если вы всё-таки чуть больше интересуетесь играми, то, естественно, PS5. И, наверное, у вас последний вопрос. А надо ли её вот прям сейчас, вот прям сразу бежать, делать предзаказ? А если у вас есть PS4, то нет. Годика пол, я думаю, подождать стоит. Дождаться какой-то акции, вряд ли она подешевеет, не думайте. Вот, кстати, именно из-за этого я считаю, что новые консоли, они сатанули не так успешно, как предыдущие, ибо в новых консолях нет чего-то такого, ради чего ты хочешь взять свои деньги и купить её только на старте. Просто в восьмом поколении консоли хотя бы имели то, что не было на предыдущих. И здесь же, наверное, разница лишь в 4К, 120 FPS и немножко в новых играх. Но, опять же, немножко, и это не такой сильный критерий, как был раньше, потому что раньше было намного больше эксклюзивов, и они были доступны только на новом поколении. Она может только подорожать, потому что рубль очень нестабилен, а сейчас будут выборы в Америке. Если победит Байден, то плойочка может и под 60 стоить после этого. С другой стороны, PS4 разумнее продать именно сейчас. Кстати, да, Xbox вы не продадите практически никогда, забудьте. Фантазёр... PlayStation продастся нормально. И докинуть деньги и купить PS5. Чем позже вы её продадите, тем дешевле она будет стоить. Это всё, что я хотел сказать. Итог очень очевидный. Покупать, естественно, либо PlayStation 5, либо начинать спорить и думать, а может всё-таки взять ПК? Про это у меня обязательно будет отдельное видео. Оно будет не таким очевидным, как 7 лет назад, потому что, опять-таки, ПК стал гораздо привлекательнее, чем он был 7 лет назад. Забегая наперёд, скажу, что в идеале иметь лучше эти две платформы. Каждая из них по-своему интересна, каждый из них что-то привлекает. Они обе интересны. Xbox не интересен. Вообще. Ни предложениями, ни ценой, ни дизайном, ничем. Ну, как-то слабенько. Опять очередной байт, на который должны повестись, но, видимо, не поведётся. Был бы я фанатик, а может быть, мне как-то подгорело, но чё-то слабенько. В моём паблике был обнаружен единственный, более-менее претендующий на объективность... Нет. Комментарий в защиту Xbox'а. И вот, что он из себя представляет. Xbox Series X 45 тысяч, PlayStation 5 за 47, которая немного слабее конкурента. Здесь, бесспорно, PlayStation 5 реально слабее Xbox'а. Вопросов нет. Но у PlayStation 5 есть версия без дисковода за 37 тысяч рублей, что дешевле Xbox'а. И при этом она по мощности лучше, чем Xbox Series S. Она такая же, как и старшая консоль, просто без дисковода. Ну, это по факту. Далее, Xbox Series S за 26 тысяч, которая по мощности ничем не уступает консолям выше. Но только это смешно. На это им очень хорошо ответили у меня в комментариях. Да, согласен, мой ноутбук тоже по мощности ничем не уступает RTX 3090. Там просто качество картинки чуть хуже. Опять же, напоминаю, что по словам Microsoft, скорее всего, разница будет только лишь в разрешении. Опять же, я не хочу это утверждать, но нужно дождаться тестов и посмотреть, какова будет разница. Просто если разница будет реально только в разрешении, то, в принципе, можно купить Xbox Series S, если у тебя нету телека 4К и не париться. Нет, чувак, там будет очень хорошо отличаться. Плюс, не забывай, что это не профильная консоль. Это означает, что на эту консоль, на Xbox Series S в последнюю очередь будут оптимизировать игры. А значит, качество игр там и так будет хуже, а еще из-за наплевательских портов может быть еще хуже. Все разработчики изначально будут ориентироваться на PlayStation 5, на Xbox Series X, на PC и только уже потом на Xbox Series S. Тут, опять же, лучше подождать, мне кажется, сравнений, потому что существует другая теория, в которой говорят, что за счет Xbox Series S как раз-таки не будет Next Gen, потому что он будет тормозить новые консоли, ибо разработчики будут на него опираться, типа, в первую очередь, чтобы он хотя бы потянул. Теории, которые нуждаются просто в сравнении конкретных игр, поэтому нужно ждать и потом уже говорить, кто прав, кто виноват. Далее замечательно. PS5 без привода 37 тысяч. Зачем нужна PS5 с приводом тогда? Чтобы покупать VU-диски и экономить. И типа, у кого есть 4K Monik Telek? Серьезно. Любой, кто сейчас покупает 4K телевизор, он точно будет с 4K. Сейчас сложно найти телевизор не 4K. Ну, тут, на самом деле, по факту, потому что, когда я выбирал, наверное, 3, где-то 4 года назад, точно не помню, я в то время не нашел телевизор в 4K, и если бы я его нашел, я бы его купил. То есть, я не гоню за разрешением 4K, просто в то время у меня не было нормального выбора, и я купил телевизор в 4K, вот как-то так. Но, опять же, 4K есть не у всех, и не все планируют его покупать, потому что разрешение Full HD, оно, на мой взгляд, оно оптимальное. То есть, как бы, ни ниже, ни выше, просто можно иметь Full HD и не париться. Я надеюсь, вы будете покупать 4K мониторы, потому что они гораздо доступнее, чем были несколько лет назад. Ну, все, пора. 4K, это важно. У PS5 поднимется игр... Почему важно-то? Ну, как я и говорил, опять же, для меня Full HD это оптимальное разрешение, которое ни выше, ни ниже, и, в принципе, ну, самый высок, я считаю. До 80 евро. Потрясающе! А у Xbox она как будто не поднимется, при том, что у них игры стоят одинаково. Насчет Xbox есть что, пока Microsoft не говорила о повышении цен, поэтому можно считать, что они пока не повысятся. Вот, а если судить по Европе, то если взглянуть на Amazon, одни и те же игры почему-то на плыке 5-й стоят дороже, чем на Xbox. В России же опять спасут всех вот эти вот подписки. И не совсем 80 евро, а 5500, это Sony уже официально заявили, что по сегодняшнему курсу 62 евро. То есть, по сути, поменялся только курс рубля, но не цена игр на Next Gen. Притом, это самая дорогая игра, это Dark Souls. У Xbox есть Game Pass и Аргентина, за копейки доступны практически все игры. В PlayStation тоже есть огромная масса всяких фишечек, как легальных, так и не очень. Но вряд ли они переплюнут Аргентину. Ну, на мой взгляд. Потому что Аргентина, это реально вещь, и некоторые игры там, ну, реально можно достать по дешевке, по конкретной дешевке. Я просто не осведомлен на таких вот фишках в плане PlayStation. Да, я понимаю, что там можно покупать игры на двоих, но чтобы у них и были какие-то региональные фичи по типу Аргентины, что-то я такого не слышал. Может быть, это реально есть, не знаю. Про легальные я в этом ролике рассказал. Про нелегальные их очень много. Открой тайну, в PlayStation тоже есть региональные магазины, где дешевле. У PS5 стартовая линейка игр, это DLC для Спуди Муна за фулл прайс. Обалдеть. Билли Бой пытался в объективность, но, как всегда, обэксбоксился. Нет, это не DLC. Это полноценная игра, которая продолжает историю прошлой части, которая является одним из лучших эксклюзивов прошлого поколения. И это не мои слова. Ты сейчас заходишь на Метакритик, изучаешь оценки, изучаешь отзывы и закрываешь рот. А, скорее всего, парень имел в виду про спин-офф. Просто, насколько я знаю, данная игра является, да, типа, продолжением. Но дело в том, что она просто не создана с нуля. Поэтому, скорее всего, он это имел в виду. Кстати, насчет хронопитража. Так как это спин-офф, данный спин-офф, он сравним, насколько я знаю, со спин-оффом Анча. И, насколько я знаю, вот это вот дополнение Анча, ну, не дополнение, вот этот спин-офф, Он короче, чем основа И Спайдермен, скорее всего, будет точно такой же Поэтому хронометраж там, скорее всего, пострадает У тебя и такой игры даже нет Назови хоть одну игру на Иксбоксе Которая будет при старте Вот это он его пустил Вот это он прям, типа Такой даже игры у тебя нет, школяр Назови хоть одну игру на Иксбоксе Которая будет при старте Хэлла 5, нет, она не при старте И это позорище Две игры для детей, ну, во-первых, не две, а их побольше А во-вторых, они не для детей В-третьих, у вас нет даже таких У вас даже таких, нет, это смешно Дэмон Соулс, который не сливают на ПК Это самое смешное Да, они будут на ПК Но знаешь, где их не будет, этого Дэмон Соулса На Иксбоксе На Иксбоксе его не будет Обратная совместимость с несколькими хайповами Мне такое ощущение, что его прям вот это задевает Как бы, я не знаю, он реально бомбит Или может он рофрит Но прям как будто задевает Эксклюзивами Это не хайповые эксклюзивы Это эпохальные игры Лучшие игры прошлого поколения Не просто PlayStation, а в принципе поколение игр Это Uncharted, это God of War, это Last of Us, это Bloodborne Bloodborne Попробуй мне про Bloodborne хоть что-нибудь сказать Я хочу сказать Даже не запускал, поскольку он мне просто не нравится Ни по жанру, ни по сеттингу И да, такое бывает, что Bloodborne кому-то не понравится А Vigil мой друган ее даже купил Но дело в том, что насколько я знаю Он даже половины не прошел Потому что она ему тоже не понравилась Поэтому такое тоже бывает И это была единственная, хоть немного претендующая на объективность Апология в сторону Иксбокса И как вы понимаете, она не сработала Короче, давайте это как-то подытожим И сделаем с этого какой-то вывод А теперь я решил походу поностальгировать Ну, а также сбудоражить консольные комьюнити Ну, мини-срачем, назовем это так И знаете, исходя из комментариев, в принципе, ему это сделать удалось По факту, многие его аргументы склоняются к по типу Не-не-не-не-не, у меня есть Гудофар, у тебя его нет Не-не-не-не-не Но на мой взгляд, аудитория стала умнее И уже начинает думать своей головой, а также считать свои деньги Как бы вы ни спорили, но команда Иксбокс все-таки со временем Учла свои ошибки и стала, на мой взгляд, куда лучше, чем она была в году 2013 с выходом Иксбокс Ван Иксбокс Ван, да, это провал был полный Это очень было много минусов Но тут практически плюс Единственный минус, наверное, в Иксбоксе Это отсутствие каких-либо эксклюзивов на старте Это действительно факт Но эксклюзивы будут, их просто надо дождаться В любом случае, пока у Иксбокса нет эксклюзивов У обладателей Иксбокса есть обратная совместимость Есть куча крутых подписок Также консоль Xbox Series X, Xbox Series S является компактной Xbox Series X является мощнее Я прекрасно понимаю, что на мощность в консолях смотреть бессмысленно Но так или иначе на это ведутся Я же после этого видео, наверное, не переубедился переходить на PlayStation 5 Поскольку каких-то жестких аргументов все еще не было Экзо, да, это действительно преимущество PlayStation Но, опять же, в СНГ, скорее всего, будет такое мнение Если я хочу поиграть в Экзо, это Sony Если я хочу играть в мультиплаформу, то это Xbox Опять же, я не сомневаюсь, что Плэйк победит по продажам Поскольку это сильный бренд в игровой индустрии К которому капец какая лояльность Но если смотреть адекватно, то Иксбокс хоть и не так популярен Поскольку с пиаром у него явные проблемы Для потребителей, особенно для СНГ Он сейчас предпочтительен, поскольку он мощнее, компактнее И, наверное, красивее дизайном Кстати, очень странно, что в видосе не было сказано ничего про дизайн Поскольку в восьмом поколении на это капец как делали акцент В общем, что я хочу сказать Несмотря на мои видосики, на видосы других Все равно думайте своей головой А также взвешивайте все плюсы и минусы той или иной консоли Играйте в игры, делитесь впечатлениями, делитесь играми А самое главное, не слушайте тех, кто говорит, что вы выбрали говно Дело в том, что если вам нравится то, что вы выбрали Значит, вы сделали самый правильный выбор На этом, в принципе, все Вот такой вот видосик Если он вам понравился, ставь лайкусик Подписывайся на канал, пиши комментарии Ну а также скидывай этот видос своим друзьям И большое спасибо за просмотр Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!